Привет, друзья! Сегодня я расскажу о фильме в драматическом жанре с небанальным сюжетом под названием «Капитан Фантастик». Начинается картина со сцены охоты. Молодой парень добывает оленя. Вышедший из кустов человек объявляет, что сегодня мальчик превратился в мужчину. Когда охотники смывают со своих лиц грязь, служившую маскировкой, становится понятно, что это большая семья – его отец и дети. Они приходят в лесной дом, где все устроено удобно и функционально – огород с овощами, уютный двор, крепкие, добротные хозяйственные постройки. Отец учит детей не только охотиться, он проводит тренировки, где дети учатся нападать и защищаться, используя холодное оружие. По вечерам у костра все читают книги, классику и современность. Дети готовятся к экзаменам, принимать которые тоже будет отец. А потом наступает время музыки. Мужчина берет в руки гитару, к нему присоединяется старший сын, а потом и все остальные – от бубна до губной гармошки. Они не просто играют, маленький оркестр импровизирует, развлекая себя. Сон под звездами, а утром – обязательная пробежка по чудесным лесным тропам. Жизнь понятна и проста, но есть одно «но». Детям очень не хватает мамы, которая заболела и уехала в город больше трех месяцев назад. Малыши интересуются, почему так случилось, ведь отец уверял их, что живущие здоровой жизнью люди не болеют. В этот день Бен и его старший сын Бодеван едут в город, чтобы узнать о судьбе женщины. Пока отец звонит своей сестре, парень разгружает автобус. Они привезли на продажу то, что вырастили, а также дары леса. Местные девушки пытаются флиртовать с симпатичным парнем, но он смущается, потому что не знает, о чем можно с ними говорить. Но зато он узнает, что все ведущие университеты страны готовы принять его на обучение. Бодеван прячет от отца полученные по почте приглашения. Из телефонного разговора со своей сестрой Бен узнает, что его жена, Лесли, покончила с собой, вскрыла вены. Сестра предлагает помощь, но Бен убит горем. Он приезжает домой и объявляет, что мамы больше нет. Становится понятно, что это была не первая попытка убить себя. Отец обещает, что в их жизни ничего не изменится, ведь они – одна семья. Дети встречают это известие по-разному. Кто-то просто плачет, а кто-то из мальчиков хватает нож и бьет подверца шкафа, выплескивая всю ярость и возмущение от поступка женщины. А Бен находит завещание Лесли, но прячет его от детей. Наступает новое утро, обязательная пробежка по лесным тропам и гимнастика на цветущем лугу. На другой день Бен опять приезжает в город и звонит отцу жены. Он сообщает, что Лесли была буддисткой и хотела, чтобы ее кремировали, поэтому они намерены приехать за телом. Отец женщины категорически против присутствия Бена на похоронах и сообщает, что он сделает все, чтобы мужчину арестовали. Во сне Бен видит свою жену и слышит ее обращение – мой фантастический мужчина. Она просит позаботиться о детях и говорит, что любит его. Выйдя утром из дома, Бен застает детей, готовых к дороге. Они просят дать им задание – спасти маму. Но Бен не преклонен, и все идут на очередную тренировку. На этот раз семья штурмует высокие скалы. Во время восхождения средний сын Релиан срывается со скалы и повреждает руку. Бен непримирим. Мальчик должен пройти трассу, ведь помощи ждать неоткуда, и никакие волшебники его не спасут. Становится понятно, что дети под руководством отца учатся преодолевать не только внешние трудности, но и свои собственные слабости. После восхождения начинается гроза. Глядя на промокших, поникших детей, Бен, вопреки своим собственным словам, оповещает, что они едут на похороны матери, и под ликующие крики семейный автобус отправляется в дорогу. Дети, выросшие в лесной глуши, с интересом разглядывают окружающий пейзаж, попутно выслушивая политизированные комментарии отца по поводу устройства жизни в Америке. В пути дети не поддаются лени. Они читают книги, для которых в автобусе выделена большая полка. Но Бен не просто приучает детей к чтению, он учит анализировать прочитанное, разглядеть сюжет, содержание и значение книг, конкретно Набоковскую Лолиту. Отцу приходится объяснять детям многие неудобные вопросы, касающиеся полового созревания. Он делает это честно, открыто и понятно, без нужного ханжества и иносказаний. Семья приезжает в город и отправляется в банк. Пока Бен получает деньги, дети смотрят на окружающих с удивлением. Их поражают люди с избыточной массой тела, ведь это признак болезни. На оживленной трассе автобус останавливает полицейский и просит Бена предъявить права. Полицейский входит в автобус. Его удивляет наличие стольких детей и многочисленных книг. Мужчина интересуется, почему они не в школе. И тут Бодован начинает говорить о любви к Богу, а дети запивают псалмы. Офицер понимает, что попал к приверженцам церкви и спешно ретируется. Семья ликует. Первый экзамен на встречу с внешним миром пройден. Время идет, дети хотят есть. Но по правилам семьи питаться можно только тем, что добудешь или вырастешь сам. Они пытаются поохотиться на пасущихся овец. Но это не дикие животные, они просто стоят, а таких добывать неинтересно. В пути дети периодически говорят на разных языках, которые изучали под руководством родителей. В конце концов голод становится нестерпим, и семья останавливается в придорожном кафе. Но взглянув в меню, Бен объявляет, что есть то, что здесь предлагают, просто нельзя. Блинчики и хот-доги – ненормальная еда, а кола – отравленная вода. И тогда отец дает задание – приготовиться к освобождению еды. Семья входит в магазин, и там Бену внезапно становится плохо. Пока он имитирует сердечный приступ, дети прихватывают продукты и убегают из магазина. Остановившись на берегу реки, Бен с детьми анализируют проведенную операцию. Задание освободить еду выполнено. Бен объявляет, праздник – день рождения видного лингвиста и философа Ноама Хомского, и вручает детям подарки – охотничье оружие. Но тут начинает бунтовать Релиан. Мальчик не понимает, почему они отмечают день рождения какого-то Хомского, а не Рождество, как все нормальные люди. На что Бен просит сына обосновать свое мнение. И если это удастся, семья поступит так, как хочет Релиан. После обеда украденными продуктами поездка продолжается. Следующий пункт назначения – дом сестры Бена, Харпер. За столом дети смотрят на готовые блюда и задают вопросы – а как тетя убила курицу? Харпер говорит, что купила готовую птицу. Детям это непонятно. Шурин пытается принести соболезнования, но Бен говорит, что все помнят, как он на самом деле относился к Лесли. Поэтому не надо лицемерить. На вопрос племянника «А отчего умерла тетя?» Бен правдиво и максимально подробно объясняет, что у женщины была психическая болезнь, начавшаяся после рождения ребенка, и она покончила с собой, вскрыв себе вены. Семья Харпер шокирована. Они против того, чтобы рассказывать детям все подробности болезни. А сын родственников с огромным изумлением смотрит, как Бен наливает детям по глотку красного вина, ведь оно якобы полезно для пищеварения. Харпер обвиняет Бена в том, что он слишком прямолинейен с детьми, на что Бен извиняется за то, что не соблюдает порядки их дома. Приходит время ложиться спать. Дети Бена выносят одеяло на лужайку, чтобы спать под звездами. Родственники удивлены, но вынуждены отступить от странных гостей. Наутро вся семья собирается в гостиной. И тут Харпер, отправив детей посмотреть игрушки, начинает обвинять Бена в преступном обращении с детьми. Они должны жить с людьми, ходить в школу. А Бен просто гробит их. Бен изумлен. Разве его дети мало знают? Они умеют выживать в природе, добывать еду, шить одежду из шкур и находить дорогу по звездам. Бен задает племянникам вопросы. Мальчики затрудняются с ответами. И тогда он зовет восьмилетнюю дочь. Та легко цитирует Биль о правах человека, а потом объясняет эти понятия своими словами. Харпер вынуждена замолчать. Семья едет дальше. Следующая остановка – придорожный кемпинг. Здесь Бодаван знакомится с Клэр, которая путешествует со своими родителями. Клэр интересуется, почему у парня такое странное имя. А он объясняет, что их имена придумали родители. А потому они уникальные, единственные в целом свете. Парень рассказывает изумленной девушке, что слушает Баха, Гольдберга, Сюита для Виолончели. И удивляется, что для нее доктор Спок – персонаж «Звездных войн», а не писатель и врач. Он врет девушке, что их семья долго жила в Париже, а теперь приехали, потому что отцу предложили работу. А их мама работает на правительство, поэтому о ней нельзя говорить. Молодые люди целуются. И это является для Бодавана настоящим потрясением. Поэтому, когда мать девушки предлагает им пойти спать, восторженный Бодаван говорит о том, что хочет детей. И предлагает Клэр стать его женой. Мать Клэр поднимает парня на смех. Она думает, что это была шутка. Наступает утро. Бодаван прощается с Клэр и ее матерью, и семья едет дальше. Вот, наконец, и церковь, где идет церемония прощания с Лесли. Строго одетые люди оплакивают женщину. В первых рядах родители – близкие и покойные. Священник рассказывает об умершей. И в этот момент в дверь входит фантастический отец со своими детьми. Они одеты в яркие наряды, головы украшены цветочными венками. Словом, совсем не похожи на скорбящих. Публика шокирована. Но соблюдая приличия, все остаются безмолвны. Бен и дети садятся на скамьи. Священник начинает рассказывать, какой была Лесли, что она любила, а что нет. И тут Бен не выдерживает. Он проходит вперед и говорит, что лучше него никто не расскажет о том, какой была его жена. Прежде всего, она придерживалась буддизма и презирала официальные религии. Для нее было бы самым страшным узнать, что ее тело будет зарыто на поле для гольфа. Бен достает ее завещание и зачитывает желание женщины быть кремированной, а пепел нужно смыть в туалете любого вокзала страны. Бена выводят из церкви. Дети уходят с ним. Церемония заканчивается. Гроб с телом выносят и ставят на катафалк. Родители Лесли подходят к внукам. Младших они видят впервые. Бен опять пытается достучаться до их сознания, ведь они поступают против воли дочери, но это бесполезно. Процессия идет к кладбищу. Семья на своем автобусе выезжает за ней. Бен пытается остановить похороны, но дети поднимают настоящий бунт. Они боятся потерять и отца тоже, и Бен соглашается с детьми. Они отъезжают от города и располагаются на отдых. Все подавлены, Бен пьет вино и перебирают струны гитары. Бодеван показывает отцу письма. Приглашение из самых престижных университетов страны. Бен обвиняет его во лжи, в том, что за его спиной парень отправлял тесты. Но сын признается, что ему помогала мама, и что несмотря на знания шести языков, высшей математики и теоретической физики, все они уроды, не умеющие обращаться с людьми. И мама это понимала. Дети начитались книг, но ничего не знают о мире. Бен потрясен словами сына. В это время Реллиан уходит на баскетбольную площадку неподалеку и бросает в кольцо камни. К нему подходит Бодеван, братья вспоминают мать. Но Реллиан еще и очень зол на отца, и собрав свои вещи, мальчик уходит к бабушке и деду. Бен едет за ним, но Реллиан отказывается вернуться. Он обвиняет отца в том, что он убил маму, потому что она хотела вернуться к людям, а отец был против. А Джек, отец Лесли, говорит, что Бен учит детей воровать. И все это – насилие над детьми, поэтому дед и бабушка собираются бороться за опеку над ними. Несмотря на сопротивление, Бена выставляют из дома. Семья прячется неподалеку. Перед детьми стоит задание – спасти пленника. Старшая сестра Веспер запирается на крышу, но черепица не выдерживает. Девушка падает с высоты и теряет сознание. В следующем кадре ее везут по больничным коридорам. Рядом Бен. Он в отчаянии. Но доктор говорит, что им сказочно повезло. Небольшой перелом шейного отдела позвоночника случился в месте, не опасном для жизни. Сломана нога, но это тоже не страшно. И вообще, девушка очень крепкая и здорова для своего возраста. Тем не менее, Бен потрясен. Он чуть сам не убил своего ребенка, дав ей сложное задание. Бен решает оставить детей родителям жены. Джек говорит, что он принял правильное решение. Несмотря на то, что дети против, Бен уезжает один. В придорожном туалете он сбривает свою бороду. Наступает ночь. Мужчина сидит у костра. Ему одиноко и грустно. И вдруг он видит своих детей, выходящих из автобуса. Оказывается, они спрятались в отсеке для багажа и поехали с отцом. Бен счастлив. Семья опять вместе. И следующее, что они должны сделать – спасти маму. На этом настаивают дети, и Бен соглашается. Семья проникает на кладбище и выкапывают гроб с телом матери. Женщину везут в ее любимое место. На высоком берегу озера, среди чудесной природы, сложен костер, на который уложены Лесли. Дети в нарядных одеждах стоят рядом. Келлир запевает любимую песню мамы. И вот они уже играют и танцуют вокруг костра. Делают именно то, чего хотела бы мама. В следующем кадре семья Кэш идет по зданию аэровокзала. Они проходят в туалетную кабинку и высыпают прах матери в унитаз. Постояв минутку, Най нажимает на слив. Дети счастливы и горды. Они исполнили последнюю волю их любимой мамы. Но семья пришла в аэропорт не просто так. Бодаван улетает в Намибию. Парень решил начать новую жизнь. И отец благословляет его на это. Братья и сестры прощаются. И понимают, рано или поздно всех ждет большой мир. А пока любимый и уютный дом. Овощи из теплицы и свежие яйца от своих кур. Все собираются за столом. Только Кэш торопит детей. Школьный автобус ждать не будет. Фильм оставляет неоднозначное впечатление. Любящий отец воспитывает детей вдали от цивилизации. Да, они образованы и знают иностранные языки. Но какой смысл в этих знаниях, если их негде применить? Социализация – основа общества. А Бен учит ребят лишь тому, как не привлекать внимание полиции и опеки. Да и вправе ли родители так радикально решать за детей, какой будет их жизнь? Но с другой стороны, цивилизация воспитывает нас морально и физически слабыми. Где же эта золотая середина? Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом фильме. И не забудьте, пожалуйста, поддержать нас лайком и подписаться.